Александр Васильев Валерий Васильев, здравствуйте Смотрел вчера мебеда уже после прямого эфира Поэтому не смог отозваться сразу на вашу просьбу Еще раз сообщить, в каком институте приобрел саженец абрикоса под названием товарищ Это Мичуринский Всероссийский Новосезонский институт генетики, селекция растений Привет, коллеги Вы меня панули с конференции Когда я сказал, что ваши методы негодны Что старое поменет Вы не заметили, когда микрофон отключали Но тут я ЖК сказал Я за это прощать не буду Итак Дальше он пишет Елена Александровна, ну это речь про Савельевич, про мою ученицу Она же и солидный человек, аспирант Была во вне ИСЕ А вот в этом институте, интересно, была? Не знаю Раньше во вне ИСЕ, я все время брал саженцы Цена маленькая, качество было То есть я понимаю, какой у него был институт Но он лишнее распродает, понятно Я бы даже сказал, что не жалко, то распродает Но потом со временем качество стало падать Потом от вас узнал, туда уже перестал заезжать А ваш академик, что на фото, всех москвичей удивил Сотрудники мои, друзья и знакомые, когда увидели фото абрикосов Сейчас еще один вариант будет Попросили для них тоже заказать саженцы Пришлось обратиться к Сергею Железову И вот, на сегодняшний день Подмосковье еще пять ваших абрикосов Должно быть пять тысяч, пять миллионов в конце концов А пока пять Второй год у вас тут три академика, два серафима А два академика, королевские фоэна Второй год Пензенской области Должно быть не два, а двести тысяч Кстати, фото абрикосов, что вы вчера показывали Я вам разное вышелал Если они затерялись, могу выслать Еще интереснее, будут убедительнее Смотрите, что получилось Я не смог найти Росли два абсолютно одинаково Мой академик и вот этот самый Как он называется Почему я попросил отозваться Саженец подозорю товарищ И вот на третий год Примерно по памяти Потому что фотографию пришел Мой жив-здоров на третий год тот мертвый Разница между ними Первый и другого года была никакая Кроме одного Мой ветки от самого низа У него метровый штамп И вот он растет, красавица И мне кажется, этот... А, и оба посажены холмы Все по залезу Но тот на третий год все-таки умер Вот Вот с этого самого А, это Мичуринский институт Прошу прощения Это не он меня затыкал рот Все, молчу, извиняюсь Мичуринский, Мичуринский Вот Это он ни при чем Но самец его погиб Вот А они вот так красивые рядом Ну, зачем было ему метровый штамп сделать? Ну, зачем? Я как не посмотрю, чем торгуют эти штаты Ну, обязательно вот такую голеностую Зачем? За что? А вот это вот мой Там даром еще вариант Вот Еще вариант Еще вариант Вот так вот, ребята Наше дело правое Как говорил Сталин Интересно, как бы Стали на все посмотрел? Кто бы сидел? Я за это За дискорритацию науки Или весь этот самый Состав Академии За то, что деньги только... Пусть нищенские деньги Но все равно Не зря их получают Так Юлия Просмотрела видео По статификации Где говорится Что на сайте есть статья А ускоренная статификация А то уже давно март А я кочки персиков Кабрикоса слива Еще не статифика Вот, здрасте Пишите ссылку на статью То есть, человек проворонил Так Теперь Это был первый вопрос Ответ такой У меня есть Я сейчас покажу У меня есть уникальный материал Вот они Самый уникальный здесь Видите? Броски-броски-броски-броски-броски-броски И здесь есть Схожий семя на косточек Так Есть Почему говорю? Конкретно вы мне это А я не жалко Я вам вышлю эти статьи Так, теперь еще перспективы Короче, еще одна статья Там же про схожесть Но, скорее всего Вот это самое главное Статья И У меня есть Уникальный материал От Татьяны Санына Много обоскоренной Сортификации Видите? Давайте я выхожу Так, я никогда не отключаюсь Мало ли А вдруг по теме Железо на проводе Железо Да, я Я сейчас слышу Ваш Винок И вот Хотел Лысенко, конечно Броска-то Его оборочила Сказала, что Лысенко был Против генов Он их Не Не признавал Но как же Можно было так Говорить Когда Он признавал И у него много текстов Где он писал Единственное, что Он, конечно Отвергал Органа Лысенко По поводу того Что только Хромосомы Передают Передают Информацию О наследственности А Лысенко Ну да Не только хромосомы Но и другие части Клетки Он писал Про это В частности Пластические вещества Которые Обладают Свойствами Наследственности А она Сказала, что Он это не признавал Ну откуда Ей знать-то Ее так учили Так, гражданин Макаров Вот Вы забыли Представиться Это делаю я Я рад вас слышать Просто невероятно Как рад Да Меня просто Это забесило Но как Он так говорит Что Лысенко Так грубо Не понимал В науке Что он даже Не признавал Ген Ген Что только Ген Является Носителем Нет, конечно У меня Четко Есть информация Где Конкретно Ни одного слова Добавлено Где конкретно Он об этом говорил Что Наследственность Обладали не только Хромосомы Но и другие части клетки Он настаивал Он настаивал На этом Мы все слышали Ваши слова Спасибо Вот Я к этому Знаете, что Добавлю Это Вот Именно Эти дискуссии Еще можно было бы Читать Слушать И Спорить до бесконечности Но мы-то С Латюнковым Разные Так Допустим Мы морду До друга не били Не оскорбляли А здесь Что получается Нужен был Повод Чтобы убрать человека И занять его место Вот это самое страшное Кормушка Она не бесконечная И вот результат Надо было Сделать его Даже не просто Этим И дураком И негодяем А сейчас Настало время Реабилитации У нас же все Давно реабилитировали Всех И правых И левых И этих И зеленых Вот И всех 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 политиков Всех военных Всех Кого расстреляли Всех реабилитировали Теперь все хорошие Вот А А Лысенко Никто не хочет И не может Реабилитировать А это все Никто в этом Не понимает Да уж Ну что Не это же Не Ольга Исакова Поймет О чем речь шла И для этого Он уже книгу Прочитает А у нее В каждом Предложении По 5-10 ошибок Грамматических Да дело в том Что я ее Благодарил Поцеловал Потому что Если бы не она Не было бы Сейчас этого разговора Мне же тоже Приходится Напрягать мозги Я ложусь спать Думаю Ну и черт с ней А утром встаю А у меня готовый ответ Вот Спасибо вам Что вы есть Что вы воюете Что Ну мало нас таких Ну конечно Спасибо тебе мне За то Что вы стоите За честными именами За такими учеными Которые Правильно понимают Все эти вещи Спасибо вам Конечно Эти ученые Меня Вы выгнали С этой С конференции Сами позвали Сами выгнали Да Ну это такие ученые Ну что поделаешь Да А какой повод дали Чтобы потом Мне говорят Хе Железов Кто ты такой Тебя это Шуганули С международной конференции А микрофон Отключили А я их теперь Это Алисей Я их поэтому Не щадю теперь Вот какие они есть Такие есть Дали бы мне выступить И все Промолчали бы Хотя бы Все равно Все забыли бы Один ребрик Тот меня поддержал Вот кому спасибо Главный редактор Московского журнала Красиво Там где печатались Академики Я помню Я помню Это Да Ну выводят они Ну невозможно Это слушать Ну как Ну как так можно Где у людей Слович Я не знаю Где у людей Тяжело Тяжело Я представляю Как вам тяжело Здесь еще Есть еще Просто грязные люди Которые просто Это Самое Еще Я все Про все Не показываю Кто-то хочет Чтобы Кто-то Я наградываюсь Я наградываюсь Я представляю Как вам тяжело Ладно Спасибо за поддержку Я с вами Не пропаду Вы сильный человек Будем держаться Чтобы не пропасть По одиночке Спасибо вам Ладно Ну что Я продолжаю Здоровья вам Будьте здоровы Не дождетесь Не дождетесь Пока Это пока Это нет Они не дождутся Так Ладно Я продолжаю Минута отдыха Закончилась Значит Кто не успел Тот еще не опоздал Татьяна Александровна Нога Об ускоренной Сортификации И Бородский Я тоже показал Вы мне просто Концидент Пришли Я пришлю Эти же самые Работы Вот У меня уникальная Коллекция Я не знаю Этих людей Боготворю Вот Только толк От этого Вот Спроси Кто Это Что можно Ментальным Способом Увеличивать Заметьте Ментальный Ведь только Это Что творится По телевизору Показали Как Хвастались Как они С помощью Излучения Улучают Качество Этих Самых Семян Я слушаю У меня Голосы На голове Думаю Зачем Это Нахрен Надо Вы нормальный Способ Это Используйте Вот Вот Эта Лекция 227 Вот Она Вы нормально Это еще Не использовали Вы еще В руках Не держали Уже Все Есть То Вы хотите Сверхмарзостойки Они уже Есть Хотите Самые Кусные Самые Приятные Самые Эти Вот Такие Вот Все Это Есть Уже Есть Уже Есть Я только Начал Говорить Мы Опять Не Закончим Все Уже Есть Даже Самые Дикарей Дикарей Бывший С Украины Привез Журналист Ну Как Так Можно Я не Понимаю Зачем Вам Это Надо Если Они Уже Есть Есть В Неимоверном Количестве На Все Институты На Все Эти На Учебные Там Еще Нужнее Выйдут Это Вы Обещали Будет 30 Тысяч Студентов Но Без Земли Вот Дефектив Вот Сейчас Я буду Заканчивать Впереди Много Еще Работы Работы Да Далеко Заехал Пропустил Этот Пломет Ну Сейчас Их 20 Тысяч А будет Нет Сейчас Их 12 Тысяч А будет 20 Тысяч И никто Ничего Не умеет Делать Я готов Научить Пожалуйста Мы Это готовая Программа Все Что Надо Вообще Кстати Ребята Все равно Будем считать Что на Сегодня Хватит Лекции Хотя Я не Приступил К практике Как Обычно Можете Отключаться Можете Материть Что зря Потеряли Два Часа А пока Я вот Что скажу Что Получается Получается Что Есть Заочное Образование Оно Существует Оно Глупое Оно Низкоэффективное Соберут Там На месяц Этих Самых Бедных Студентов Быстренько Курс Лекции Прочитают То есть Это Уродливое Малоэффективное На три с минусом Образование Это Заочное Вот Его Когда Надо было Его Надо было Еще До войны До второй Мировой Еще тогда Когда Быстрее Специалистов Быстрее Это Когда Любой Диплом Ценную Имел Хоть Что-то Было Ловил Вот Тогда Заочное А сейчас Какой Смысл Детей Все Меньше Сами Знаете Среди Дураков Все Больше Сами Знаете Учителями Поговорите Они Знают Что Идет Дебилизм Полный Дебилизм Так Тогда Хотя Б Возьмите Таким Образом Включите На экране Вот Эти Мои 227 Вебинар Ведь Сразу До этого Хватит Где-то Год Через Год Можете Лучше Давать Диплом По принципу Эти же Фотографии Вот Эти же Ладно Я куда-нибудь Перед забегу Хотите Я Опять Полностью Поменял Тему Сейчас Я найду Какую-нибудь Подходящую Фотографию Сейчас Вот Вот она Фотография Вот И студент Должен сказать Первое Они зиму явно пролежали Потому что всходят Явно пролежали Под снегом Краснее это снег Второе Снег был мокрый Часть из них сгнила Видно прекрасно Вот как надо экзамены Сейчас объясню Вот Часть из них сгнила Так Несколько взошло Первое И уже студент Если он грамотный Такого Говорит Это уже технология Мы уже должны знать Что закапывать надо Но не глубоко Потому что глубоко Закопаны У них потом Оставание штамба Сгниёт Кто-то скажет Это утверждал В своё время Царство его небесное Железов Валерий Константинович Потому что До него почему-то Это ни один Не мог догадаться Как-то Совершенно случайно Или может Кто-то догадался Но ему так же Как Железов Не дали хода Высказаться Вот И он остался Так же Неизвестный Как Железов Вот А тут случайно Узнали Что был у нас Свой Этот самый Человек Который научил Садить семена И получается Что Самое главное Что закапывают Неглубоко Чтобы корневая шейка Не была заглублена Т-т-т А самое главное Что Произошло Разделение На Семена Которые Не выдержали Сырости И которые Выдержали А что самое главное Абрикосов Гражданин Студент Иван Иванович Иванов Иван Иванович Что самое главное Необходимо Найти Продолжать Эту работу Постоянно И уже Лизона Проводилась Постоянно Это работа По Отбору Наиболее Приспособленной Сырости Семян Качество У них Разное И вот Именно Этот Отбор И является Главным Отбором Если Это Для дачника Роскор Росказ Дачи Купят Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Двенадцать 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 Из них Пойдет Три Или пять То что я Вижу На экране Я Студент Раз Зашла Два Зашла Три Зашла Еще Пальшка Под вопросом Ну пусть Даже пять Ну пусть Двадцать Я так Это Все Бегом Пять Из вас Взошли Пятнадцать Для науки Не нужны Опять Для дачников Жалко Вот Удачник Посадит Прикопает Слегка Вырастет Двадцать Вы видели Они все Раскрываются И гнилые Раскрылись И гнилые И эти Живые Раскрылись Видели Вот Это нормально Почему Позади Естественная Слификация Студент Какое Слово Знает Он знает Слово Естественная Слификация Он уже Трочек Это гарантирован Идем Дальше Значит Для дачников Все двадцать Пойдут Потому что Он их Посадит На холмы И уже Много Районов У нас Еще есть С низким Слеговым Покровом Как у Железового Царства Небесное Это как бы Потом будет Разговор Через десятки лет Раньше Не признают Вот тогда Значит Получится Что Они В сухом регионе Покрылись Когда-то Сады Еще раз говорю У нас был Бум Абрикосовый Огромные Результаты Которые Потом Научили Людей Убыти Сами знаете Деревья Неправильно И вот Наконец Получается Что там Шансы есть У тех Которые Вот видите Сгнили А наука Должна Двигать Науку Вперед А значит Когда-то Думать И о будущих Дачников И когда Из 20 Вот что Вы видите На экране Пятеро Пошли При прочих Равных Условиях Значит У них Там А ведь Это Из-под того Матжорца Из-под того Сам Патриарха Вот И они Потом Оказываются Все Разные Но У них Будет Уже Одно Каче Повышенная Сопротивляемость К сырости Но скажите Это Можно Услышать От этого От студента А потом Плюс А пофиг Под дерево Была Не перекопана Вот она Не перекопана Значит Надо ли Перекапывать Вы Дали Это Тупая Работа И Этот Прощет Вот Уже На Чёрку Потянул Вот Ну а потом Дополнительные Вопросы Вы Сказали Сортификации А что Бывает Ещё Неестественная Сортификация Да Отмечает Студент Ему же Нужно Потом Эти Семена Посадить И вырастить И сдать Экзамен Стоя В саду Приёмной Комиссии Угощая Абрикосы Вот Тогда Получится Не получился Извини Ты Нарается Бегал По этим Чуть Не сказал По девочкам А так Получается Есть ещё Сортификация Искусственная Доллар И дальше Рассказывает Что Добликос Это Полтора Двадцать Месяца Угадать Точно Невозможно Потому Шекот Гибридно Даже Эти Оказались Гибридными Даже Эти Порти Показал Результат Его Доктор Его Директор Результат Вот Так Получается И Конечный Результат То есть Студент Ответив На Я Не Преулечил Жесточайший Экзамен В течение Несколько Дней Несколько Дней Когда Тысячу Таких Ответит Не то Что Билет Угадал Пятый Как Говорит Пятый Можно Ещё Билет Восьмой Можно Ещё Двадцатый Можно Ещё Оставим Тройку Раз Если Значит Чего-то Помнить Может Нашёл Б Нет Придевить Сад И Ну ладно Привлечил Не Тысячу На Сто Таких Ответить Прокомментировать Вот Тогда Это Ясно Что Он Семь Чего-то Тройку